Следственный комитет проводит проверку по факту смерти директора горнолыжного комплекса «Гора Белая» Александра Зотова, сообщил помощник руководителя Свердловского управления СКР Александр Шульга изданию «Знаком». 43-летний мужчина был найден накануне в своей квартире в Нижнем Тагиле. При осмотре тела внешних признаков криминальной смерти выявлено не было. По предварительным данным, Зотов скоропостижно скончался от имевшегося у него заболевания, добавил он. Президент областной федерации горнолыжного спорта и сноуборда, член полицовета Нижнетагильской местной организации «Единой России», возглавил крупнейший в Свердловской области горнолыжный комплекс «Гора Белая» в 2012 году, сменив на этом посту Александра Маслова, избранного депутатом Тагильской городской думы. До Белой, сообщает агентство новостей между строк, Зотов работал на коксохимическом производстве НТМК и в середине нулевых даже признавался лучшим молодым руководителем комбината. Как сообщает агентство, в последнее время Александр Зотов находился на больничном, а исполнять обязанности директора был назначен его заместитель Михаил Пудов. Этому назначению предшествовал небольшой скандал, связанный с публикацией в ряде телеграм-каналов постов подчиненных Зотова, намекавших на проблемы с алкоголем у их руководителя. Тогда министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявил, что в связи с информацией, появившейся в соцсетях и тем, что только директор имеет право в финансовой подписи, руководить Горой Белой поставлен другой человек. Между тем министр сообщал, что контракт с Зотовым продлен еще на пять лет. Прощание со скоропостижно умершим директором пройдет в пятницу в Нижнем Тагиле. Горнолыжный комплекс Гора Белая является детищем свердловских властей. Последние месяцы идет активное обсуждение превращения горы в полноценный горнолыжный курорт. С этой целью организуется особая экономическая зона, резиденты которой будут иметь ощутимые налоговые преференции.